С 20 по 25 марта на полях «Спутник Спорт» проходили групповые этапы международного турнира «Кубанская весна». По их результатам в восьмерку сильнейших команд вошли женские сборные России, Словакии, Украины, Румынии, США, Эстонии, Израиля и Краснодарского края. И сегодня эти команды встретились в четвертьфинале. Интересной была игра российской сборной. В течение первого тайма наши футболистки постоянно атаковали противника. Но сборная Словакии держала сильную оборону, иногда не давая возможности даже приблизиться к своим воротам. 13 раз наша команда попадала в положение вне игры. Тем не менее, когда до конца тайма оставалось уже несколько минут, российской спортсменке удалось поразить ворота противника дальним ударом и открыть счет. По сравнению с прошлой «Кубанской весной» наша сборная выглядит намного лучше. Может быть, это результат смены тренера, скорее всего. И видна просто игра, виден рисунок игры. И девчонки намного больше подготовлены, чем в прошлом году. И уже в начале второго тайма наши футболистки вновь распечатали ворота соперников и продержали результат. Матч завершился со счетом 2-0. По мнению судей турнира, у сборной России есть хорошие шансы выйти в финал. Неплохие результаты в этом году показывают и сборные Эстонии, Украины и Румынии. Впервые участие в турнире не приняли азиатские сборные. Они сейчас участвуют в других соревнованиях. Зато попытать удачу в «Кубатской весне» наконец решила команда из Венгрии. Но им так и не удалось сыграть в плей-офф. А вот игра сборная Краснодарского края стала лучше. Кубаночке сегодня предстояло встретиться с достаточно сильным соперником – команда из Израиля. Хорошая очень команда, дисциплинированная, показывает такой мобильный футбол. Очень хорошо играют в плане, закрывают игроков противоположной команды, накрывают один, два, а то и три игрока, успевают перемещаться при этом из зоны в зону. Очень хороший футбол показывают. Я думаю, что сегодня будет сложно играть в Краснодарском крае. Но посмотрим. Опять-таки это футбол. Одна команда имеет большое преимущество, не забивает, а другая может в контратаке забить мяч и это все определит. Завтра пройдет розыгрыш среди команд, занявших с 9 по 12 места. В пятницу состоится полуфинал. В матчах сразятся команды за места с 5 по 8. Финал и торжественная церемония награждения пройдут 30 марта на стадионе «Спутник спорт».